Привет, друзья! Вы на канале Денис у микрофона. Вы знаете, мы видим с вами, как вот особенно в протестантском мире, да, один за одним едут какие-то вояжи там в Америку, в другие страны, рассказывают о невероятной свободе вероисповедания. Как все замечательно, как все правильно, как все по закону. Ну и, казалось бы, проблемы, наверное, только у одной украинской православной церкви. Все остальные живут замечательно, все хорошо, все ровно, но как бы не так. Наверное, многие из вас в Киеве проезжали вот в сторону метро Дружбы Народов. Я знаю, что оно сменило название, я не могу запомнить все эти новые названия, простите, для меня пока еще станция метро Дружбы Народов. И можно увидеть с левой стороны такой вот храм, такую вот белую церковь, и может показаться, что это православный храм, какой-то интересный, какой-то необычный. На самом деле это Баптистская церковь, храм мира. И, в общем-то, там было много проблем, на канале я поднимал какие-то вопросы, и даже мы рассказывали о том, как глава Большого Баптистского союза Валерий Антонюк и его помощники, его окружение не заплатили за целый год работы строителям этого храма. И, кроме того, его в свое время отжали у другой церковной общины, их оттуда просто-напросто вытеснили, выгнали, не без участия некоторых людей, облеченных властью, того же Александра Тручинова, по крайней мере, об этом говорят журналисты и некоторые расследователи, что он немало вложил в строительство, он немало там участвовал, да, в принципе, ровно вот пять лет назад, 2019 год, в апреле, когда и в конце марта был первый тур президентских выборов, Порошенко приехал вручать награду именно в эту Баптистскую церковь, именно в этот храм мира, где в тот день проповедь читал сам Турчина. Ну, в общем-то, там была небольшая религиозная община, не очень многолюдная, руководимая Владимиром Яковлевичем Кунцом, пожилым человеком, достаточно интересным, знаете, таким Баптистом до мозга костей, который вот много пережил, который в свое время как-то у Амельченко выбил этот участок земли, рассказывая ему о планах, рассказывая о том, что он хочет построить здесь особый такой молитвенный дом, но он строил там своими силами, силами своей религиозной общины, привлекая помощь какую-то извне, но понял, что сам не справляется и заключил определенный договор с Большим Баптистским союзом, потому что он все равно был частью этого союза, но в итоге остался он и без этого храма, и без какого-то взаимодействия с союзом, потому что его просто-напросто оттуда оттеснили, как такой ненужный элемент. И оставался там домик, оставалось там еще несколько помещений, такой благотворительный фонд Слова Жизни, не имеет ничего общего с религиозной организацией Слова Жизни Леонида Подуна, которая в свое время была в Донецке, а сейчас он там в Киеве где-то обретается. В общем-то это совершенно другая организация, такой вот свой миссионерский центр, который был, и вот сейчас там активно ломают все эти здания. Активно ломают все, что только могут, просто уничтожая то, что строилось годами, и то, на что шли пожертвования многих верующих. Началось все с того, что внезапно оказалось, что несколько лет назад, в 2020 году, было проведено какое-то собрание этого благотворительного фонда Слова Жизни. Якобы некто Петр Ильин стал новым директором, хотя никто об этом даже не знал, и задним числом сейчас эти документы пытаются показывать. И вот в какой-то момент к этой небольшой религиозной общине, которая там собиралась, пришли такие молодчики, и мы можем увидеть и Ильина, и его дочку, и очень специфических молодых людей, как бы мы сказали, похожих на тетушек, которые вот всегда обеспечивают им безопасность. И сказали, теперь это наши, теперь мы тут хозяева. Ну, казалось бы, если ты новый руководитель миссионерской организации, должен развивать ее, да, должен что-то делать, не знаю, там, книжки печатать, с детками заниматься, хлеб раздавать, ну, в общем-то, делать все возможное. Они просто уничтожают все строения. Они там взяли буквально в заложники того бедного кунца. Они там не выпускали его, ему там могли передать какую-то еду, он не хотел оттуда уходить. Там самая настоящая вот история, которую ты читаешь, слышишь, и волосы поднимаются. И кажется, ну, 21 век. Ну, казалось бы, разве такое возможно? Но после того, что происходит в Киево-Печерской лавре, и как там люди сидят вот буквально в осаде, ты понимаешь, что все это возможно, к сожалению, возможно. Но тут вот те же баптисты, они едут рассказывать о невероятной свободе совести, свободе вероисповедания, как все замечательно, как все хорошо, как все демократично, а здесь нет. Мы понимаем с вами, что явно вот этот Ильин, он какая-то такая подставная фигура, он такой себе фунт, потому что он когда-то там появлялся, и что интересно, именно кунец его, так сказать, помог ему вернуться к нормальной жизни. Он там переезжал откуда-то из Мариуполя, ему нужно было обосноваться в Киеве, и вот как раз кунец его в свое время пригрел, так сказать, змею на груди. И вот сейчас получил отплату такой вот черной благодарностью, в кавычках, безусловно. И мы можем с вами увидеть, что вот сейчас есть еще один человек, его называют Печерским рейдером Александр Дубовой, и вот его интересует именно этот участок земли. И вот как раз вот там вот рядышком с ботаническим садом, вот как раз вот там вот рядышком там недалеко из Зверенецкий монастыри, но вот он старается получить любую недвижимость. Есть немало, вы найдете это в интернете, если захотите, там он выселяет людей, он их куда-то там ссылает, он там с ними борется, он просто захватывает их дома. Об этом всем пишут журналисты, расследователи. И в общем-то мы личности Дубового пару раз касались. Сейчас он ушел в тень, сейчас его фонд любви и мира тоже куда-то там ушел, и практически об этом ничего не слышно, но видим, что эти действия продолжаются. И вот, казалось бы, последнее здание там осталось, сам этот благотворительный фонд, слово жизни, который, если ты, директор миссионерского объединения, должен беречь, но нет, оттуда выгоняют всех. Вот так рохотная религиозная община церковная, они собираются под забором, они на улице, спасибо погода позволяет, как-то там собираются, молятся, поют там. Назидают друг друга. И вот это еще один пример беззакония, который происходит. Они судятся, у них там есть какие-то юристы, они пытаются в правовом поле все это довести, а те люди, не имея никаких бумаг на самом деле, кроме поддельного протокола, они тут же все уничтожают. Они разрушают то, что строилось годами. Они пытаются, они нападали на Кунца, они избивали его. Это же мир. Мы ничего не убрали, понимаете? Спокой, спокойно, ты чего увидишь, что-то. Я не знаю, 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 я не знаю. Человека пожилого, человека больного, человека, который немало перенес. Это все считается нормой. И, к сожалению, все это вопиющие, вопиющие случаи, о которых, наверное, некоторые думают, что война все скроет, война все сгладит, никто об этом не будет говорить. Но, слава богу, есть люди, которые не молчат. И вот важно об этом говорить, важно это показывать, важно рассказывать, что, несмотря на мнимые разговоры тех же баптистов украинских о мире, о согласии, о том, как все замечательно, на деле все не так. Абсолютно не так. И рядом с ними, буквально в 50 метрах от их здания, происходит самое настоящее беззаконие. В самом центре Киева, в сердце. Вот, родина-мать, пожалуйста, самый большой украинский флаг, лавра там недалеко. Ну и вот, там происходит все это безобразие. Все это можно увидеть, можно найти все эти материалы, что-то вы можете увидеть здесь, на канале. И, конечно же, об этом тоже нужно говорить, и на это стоит обращать внимание. Потому что свобода, вероисповедание, она для всех свобода. И нужно понимать, что ее нельзя ограничивать, нельзя сказать, этим мы позволяем, а этим нет. И нужно помнить, что права человека очень важны. И нужно отстаивать их, нужно стараться, нужно делать, нужно доносить. Поддержите канал Денису Микрофона, чтобы говорить больше, чтобы доносить правду о происходящем у нас. Поделитесь ссылками на это видео, потому что это тоже важно. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok